На портал Аскетит поступил вопрос. Ну, можно жить целебатом, то есть вы живете неженатым священником, но монашество не принимаете. Это тоже возможный путь. Не самый хороший, естественно, особенно для вас, сколько вы это не планировали, но это возможный путь. То есть служите, как обычный батюшка, священник, но вот без жены. В этом смысле вы будете монахом. Но если вы так себя не видите, если вы хотите, конечно, второй раз жениться и не видите себя неженатым человеком в принципе, то вы должны сложить сан. Священнику служителю, даже не только священнику, но и дьякону, жениться второй раз нельзя. Если он на вдоверу или матушка ушла, он должен или сложить сан себя, или, так сказать, остаться вот так вот неженатым священником. Тут другого выбора нет. Конечно, надо очень внимательно просто подходить к подбору матушек. У меня вот, слава богу, нету знакомых, которые матушки бы ушли, из моих знакомых батюшек. Вот, но я знаю, ну, мирян, у которых девушки очень такие были горящие, верующие. А потом веру потеряли. Совсем. И стали там и любовников иметь, и в общем, ну, вести такой весьма нехристианский образ жизни. Вот. И, ну, вот, ну, конечно, это не такая трагедия, как для священника. Человек может уже разжениться. Вот. Но вот надо не торопиться. Не торопиться. Особенно это касается именно кандидатов священников. Не торопиться. Посмотреть на папу и маму. Посмотреть на девушку. Знаете, мой духовник первый сказал как-то одной девушке, говорит, у тебя думаешь вера? У тебя не вера. У тебя всего лишь религиозное настроение. Чтобы это не было просто некое увлечение. Люди увлекаются теннисом. Увлекаются какого-то рок-группой, писателем, там, еще чем-то, да. Люди могут увлечься в силу своей психологии, верой. Это удивительно завораживающая вещь. Но не иметь глубины в себе, вот как по известной притче о сеятеле. Не иметь глубины в себе. И это, конечно, достаточно быстро проявится. Ну, как быстро? По своему времени, может, не быстро. Это понадобится, может, год там и даже больше. Это сейчас, когда женятся через 2-3 месяца знакомства. Да, это кажется, что не быстро. А так это достаточно быстро в плане нашей жизни. Поэтому надо не торопиться, особенно именно кандидатам-священникам. То есть, тем людям, которые хотят стать священниками. Не торопиться. И смотреть, потому что, ну, кто выбирает. Сейчас ведь насильников не женят. Замуж не задают. Мы сами это делаем. И здесь, конечно, искать не внешнюю красоту. Фигуры, лица. Не какую-то харизму особенную. Такую привлекательность. Такую, знаете, обаятельность. А добрый характер. Характер женщины, девушки, которая настроена на семейные отношения, на добро. Из хорошей семьи, пусть даже не очень воцерковлённой. Но там действительно жили во многом с христианским принципом. Это очень много. Нас закладываются семьёю. Вот эти ценности семейные. По-многому это оттуда. И даже когда люди, допустим, я замечал, ну, воцерковляются даже из воцерковлённых семей, всё равно у них что-то такое сидит, которое им мешает совсем воцерковиться. Какие-то такие принципы глобальные, которых рукам надо очень ещё постараться, чтобы их окончательно разрушить. Даже и у людей, которые воцерковились из воцерковлённых семей, эти дети. Потому что это семейные, то, что с семьёй ходят, с мракоматерью, что называется, это очень такой, знаете, глобальный. И настолько, я смотрю, женщины похожи в своих матерей, особенно в зрелом возрасте, когда они вложили, это просто поразительно. До каких-то даже мрачей иногда, кажется. Надо очень посоветить на родителей своей будущей супруги, особенно если вы, знаете, священникам. А мама там как? Добрая там семья? Или у мамы там пятый муж? И так далее. Хотя девушка может воцерковилась, и всё, нет, на данный момент хорошо. А я бы подумал. Если уж взрослые дети расцерковляются в расцерковлённых семье, тем более, когда девушка расцерковилась в ток-ток. Потому что тут особенно играет роль, что если представляет её семья, откуда она. Ну и очень надо смотреть, какой опыт у вашей избранницы. Если она девственница, это очень хорошо. Если у неё богат сексуальный опыт, благодаря внешним данным, уму, талантам и так далее, но тем не менее он и есть. То вот, ну вообще по канонам это нельзя делать церковным. Матушка должна быть действенницей. Но по крайней мере, чтобы богатых сексуального уровня не было. Иначе, ну это может всё вернуться на круги своя. Сейчас взрослыховилась. Стало такое примерное поведение. Прошло там 3-4-5 лет. И человек потянуло. Почему? Потому что такая увлечённость церковной жизни стала проходить, к сожалению. А вот это всё дремало, и было прибито церковлённостью, но не изжито по-настоящему. Оно поднимает голову. К сожалению, таких примеров очень много. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok